Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Ивановна. Начинаем урок физической культуры. По технике безопасности организуйте свое рабочее пространство. В радиусе двух метров уберите все ненужные предметы. Отойдите дальше от острых углов. Заниматься необходимо в спортивной форме и в спортивной обуви. Выполняйте упражнения правильно, следуя моим инструкциям. На уроке физической культуры вы используете различные мячи. В футболе – футбольный мяч, в баскетболе – баскетбольный мяч. А в какой игре вашего возраста используете волейбольный мяч? Это игра «Пионер Бол». В игре «Пионер Бол» игрок принимает определенное положение, позволяющее ему быстро перемещаться по площадке и выполнять различные технические приемы. Такое положение называется «Стойка игрока». Внимание на экран! Используя слова, составьте предложение и сформулируйте тему нашего урока. Тема урока «Стойки игрока» в «Пионер Боле». Основные цели – изучить стойки игрока в «Пионер Боле», повторить правила техники безопасности и закрепить навыки самоконтроля. Что же необходимо сделать в начале урока? Верно, проверить свое состояние здоровья. Выберите один из способов измерения пульса. По моему сигналу начинаем считать пульс за 6 секунд. Приготовились! Начали! Стоп! Умножьте это число на 10. Сейчас ваш пульс должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Ну что, состояние здоровья мы проверили? Приступаем к разминке! Но разминка у нас будет не простая, а танцевальная. Внимание на экран! Повторяем движения за нашими героями! В стороны, перед собой, в стороны, перед собой, вверх и вниз. В стороны, перед собой, вверх и вниз. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, одной рукой. Раз, прыжок, еще, еще, молодцы, вместе со мной. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Раз, три, четыре, раз, два, три, четыре, одной рукой. Отличная разминка! Ребята, давайте вспомним, какая тема урока. Тема урока «Стойки игрока в пионер-боле». Различают следующие стартовые стойки. Основная. Повторите движения со мной. Ноги поставьте на ширине плеч. Колени согнуть. Руки вперед. Корпус наклонить. Пальцы широко. Давайте выполним еще раз. Ноги поставьте на ширине плеч. Колени согнуть. Руки вперед. Пальцы широко. Корпус наклонить. Такое положение принимает игрок на площадке во время передачи мяча. Следующая стойка устойчивая. Повторяйте вместе со мной. Поставьте одну ногу вперед. Колени согнуть. Руки вперед. Пальцы широко. Корпус наклонить. Давайте повторим еще раз. Одну ногу вперед. Колени согнуть. Руки вперед. Пальцы широко. Корпус наклонить. В таком положении игрок может начинать быстрое передвижение по площадке. Следующее положение неустойчивая стойка. Давайте выполним ее из основной. Примите положение основная стойка. Напоминаю. Поставьте ноги на ширине плеч. Колени согнули. Руки вперед. Пальцы широко. Наклоните корпус. А теперь поднимитесь вверх и встаньте на носочки. Опуститесь. Еще раз вверх. Опуститесь. Такое положение принимает игрок, когда хочет поймать мяч, летящий высоко. Давайте повторим еще раз изученные стойки. Примите положение основная стойка. Напоминаю. Ноги поставьте широко. Колени сгибаем. Руки. Корпус наклонить. Отлично. Примите положение устойчивая стойка. Поставьте одну ногу вперед. Сгибайте колени. Руки. Корпус наклонить. Замечательно. А теперь неустойчивая стойка. Ноги широко. Согнули колени. И вверх. Встать на носочки. У вас очень хорошо получается. Давайте с вами поиграем в игру. Сегодня со мной в игре будет участвовать моя помощница. Ученица третьего А-класса в картиоте Злата. Здравствуй, Злата. Здравствуйте, Детяна Ивановна. Ты будешь со мной играть? Да, конечно. Тогда я показываю стойки, а вы с ребятами называете. Основная. А если ногу вперед? Устойчивая. А на носочке? Неустойчивая. Молодец. Ты ответила верно. Ребята тоже. А теперь наоборот. Ты показываешь, а мы с ребятами называем. Основная. Устойчивая. Неустойчивая. Основная. Устойчивая. Я думаю, ребята, вы ответили правильно. Спасибо тебе большое, Злата, за игру. До свидания. До свидания, Детяна Ивановна. Стойки мы используем не только в пионерболе, но и в других видах спорта. Гимнастике, боксе, лыжном спорте, баскетболе. А в каких еще видах спорта используют стойки? А также в спортивных танцах. Давайте с вами потанцуем с использованием наших изученных стойк. Но будьте внимательны, слушайте музыкальное произведение и повторяйте движения. Внимание. Примите положение основная стойка. Шагаем на месте. Шаг в сторону. Тянем руки вверх, как в неустойчивой стойке. Еще. Давайте попробуем прыжком в устойчивую стойку. Отлично. Вперед шаг и назад. Шаг в сторону. Повторим еще раз. В сторону и в неустойчивую стойку. Прыжком в устойчивую. А теперь просто потанцуем. И шаг вперед. Прыжком меняем положение. Устойчивая. Неустойчивая. И основные стойки. Повторим еще раз. Основная. Неустойчивая. Устойчивая. Отлично. Отлично. Давайте проверим свое состояние здоровья после физической нагрузки. Приготовились. По моему сигналу начинаем считать. Начали. Стоп. Умножьте это число на 10. Проверьте, к какому уровню физической нагрузки будет относиться ваш показатель пульса. Давайте восстановим дыхание. Но будьте внимательны. Слушайте второе музыкальное произведение. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох короткий. Выдох. Удлиняем. Вдох. Выдох. Кто был внимателен, ответит мне на вопрос. Какой музыкальный инструмент солировал в произведениях? Верно. Это была скрипка. А кто же автор? Автор – великий итальянский композитор, музыкант-виртуоз Антонио Вивальди. Давайте еще раз повторим изученные нами стойки. Основная, устойчивая, неустойчивая. Повторите вместе со мной. Примите положение основная стойка. Напоминаю, поставьте ноги на ширине плеч. Колени согнули. Руки вперед. Пальцы широко. Корпус наклонить. Примите положение устойчивая стойка. Поставьте одну ногу вперед. Колени согнуть. Руки вперед. Корпус наклонить. Не забываем про пальцы. Примите положение неустойчивая стойка. Поставьте ноги широко. Согните сначала колени. Руки поставьте вперед, как при основной. А теперь тянемся вверх. Встать на носочки. Отлично. Но прежде чем закончить урок, давайте еще раз проверим ваше состояние здоровья. Приготовились. Приготовились. Начали. Стоп. Умножьте это число на 10. Сейчас ваш пульс должен составлять от 60 до 100 ударов в минуту. Если же ваш пульс выше данной нормы, выполните еще раз упражнение на восстановление дыхания. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...